Эта лестница расположена в районе улицы Бориса Богаткова, 216. Достаточно оживленное место с холмистым рельефом, из-за которого, собственно, ее здесь и построили. Это единственная лестница, которая дает прямой путь спуститься и выйти на Богаткова. То есть с трамвайных путей, отовсюду, вот весь жил массив. Однако после того, как несколько лет назад вместо старой конструкции построили новую, пользоваться ею можно лишь на свой страх и риск. Была старая лестница, которую построили еще армяне, или кто они там, подрядчики были. Она была залита бетоном там, и все. То есть она работала, в принципе, как каскадный водопад. Ну, блин, ну по ней можно было ходить. А сейчас вот это нарастили, уложили. Я представляю, сколько денег просто туда вбухали. Или проекта не было, или проект плохой. Рядом есть другая лестница, построенная за счет жителей близлежащего дома. Однако она уже, по сути, не выдерживает такого потока пешеходов, да и путь удлиняется. И она не считается как бы коммунальной. Они для себя для удобства сделали. Человек ни с коляской, ни с чем не может подняться. Про инвалидов просто не говорю. Жители близлежащих домов обращались во все инстанции. Проблему обещали решить, но до сих пор ничего не изменилось. Людям остается лишь возмущаться и выражать свое мнение о работе ответственных служб и чиновников. Два года делают и не могут сделать. Я считаю, это иноватоуправляющая компания. А это уже другой район нашего города – улица Столетова, 30. Здесь также есть большой переход, который, в принципе, находится в полном порядке. Однако недалеко от него расположена небольшая лестница, на состояние которой молодой и здоровый человек, возможно, и не обратит внимания. Другое дело пенсионеры и инвалиды, которых в окрестных домах живет немало. Нам невозможно. У нас магазин один рядом, а мы не можем у него ходить, потому что это лестница. То у нас ребята кто-то проводит, то под ними, то… Вряд ли вопрос об устройстве и уборке всех этих лестничных переходов упирается в необходимость выделения каких-то огромных средств. Тем более, что деньги на их ремонт и содержание выделялись и ранее, выделяются и сейчас. Люди говорят, что это вопрос организации и эффективности работы тех или иных городских служб. И с этим в нашем городе часто возникают серьезные проблемы. Крайними оказываются горожане, вынужденные испытывать неудобства, а иногда и рисковать собственным здоровьем. И некоторые люди уже говорят, что понимают, почему у нас так и не могут достроить новую станцию метрополитена, глядя на ситуацию с этой лестницей на Бориса Богаткова. Субтитры создавал DimaTorzok